Сейчас мы находимся в файле 0302 старт. Я его уже завершил и разместил здесь изображение результата, чтобы использовать его в качестве референса. Мы собираемся создать эту форму вазы, что, честно говоря, не так сложно с точки зрения того, что это просто цилиндр, который будет несколько доработан до такой красивой формы. Интересная часть этого вот такие граненые пирамидальные экструзии, которые идут по всей ее поверхности. И это самая сложная часть модели вазы. Но с точки зрения рабочего процесса, эта сложная поверхность простая. Это не составная форма, а единый объект, и мы собираемся прийти к нему с помощью рабочего процесса на основе использования базового примитива для начала. Я собираюсь здесь вернуться к моему рабочему виду и начну с создания такого полигонального цилиндра. Подниму цилиндр вверх, здесь, на этом рабочем виде, и использую инструмент Scale, масштабирование, чтобы начать приводить его к нужной форме на основе референсного изображения. Посмотрим еще раз. Похоже, он должен быть немного выше. Итак, это дает основную форму нашей вазы. Теперь, прежде чем продолжу, манипулируя этой геометрией, хочу добавить к ней петлю ребер на верхнем торце. Если этого не сделать на ранней стадии, то придется затем рисовать эти ребра вручную, что совершенно не рационально. Так что, если не забудете сделать это достаточно рано, это сделает вашу жизнь намного проще. Далее перехожу к атрибутам полицилиндра и под Subdivision Caps устанавливаю значение на 2. И вот то, что это делает. Когда строим очки или вазы или что-то еще, что будет экструдироваться внутрь, это дает стенку внешней формы и делает тем самым вашу жизнь немного легче. Теперь следующее, что хотим, взглянуть на то, сколько из этих гранюных форм нам нужно получить. И если их подсчитаем, то их окажется 12 по вертикали. Но, когда собираюсь сделать эти ромбовидные граненые формы, нельзя просто добавить 12 делений по высоте здесь, потому что это фактически удваивается, как только получим измененную геометрию. Так что собираюсь перейти к Subdivision Caps и, зная, что это удвоится, изменю это число на 6. Следующее, что нужно сделать, это переопределить всю геометрию. Вы можете видеть, что у нас есть прямоугольные формы, а не граненые пирамидки. Поэтому нужно изменить все петли рёбер по высоте и вокруг нашего объекта. Чтобы сделать это, перехожу к виду спереди и выбираю все поверхности этой формы. При этом надо удостовериться, что не захватили случайно верхний и нижний торцы цилиндра. Затем перехожу к параметрам Edit Mesh, редактировать сетку и далее на Face поверхности. И вот что будем делать. На самом деле создаются рёбра по всем частям этой геометрии. Но мы всё ещё остаёмся с прямоугольниками. Если посмотрим на эти внешние рёбра здесь, то видим, что по-прежнему имеем дело с вертикальной и горизонтальной разбивкой, а не с такой пирамидальной формы. Поэтому хотим удалить вертикальные и горизонтальные петли рёбер. Чтобы сделать это, кликаю правой кнопкой мышки по моему объекту, выбираю Edge и собираюсь выбрать это ребро здесь. Но если попытаюсь просто дважды кликнуть по нему, это не может выбрать всю петлю рёбер. Дело в том, что здесь целый ряд рёбер, входящих в одну вершину, и функция выбора петли рёбер таким образом здесь не работает. Но в меню Select есть опция для выбора Continuous Edges – непрерывных рёбер, который Maya будет принудительно выбирать весь путь, понимая, какой именно выбор вы собираетесь сделать. Но то, что я хочу сделать, может быть очень трудоёмким процессом выбора фактически каждой из них, а затем перехода к выбору непрерывных рёбер. Существует возможность ускорить этот процесс. В меню Select выбираю пункт Similar – подобное. Открываю этот диалог здесь, проверяю, что все настройки сброшены, и нажимаю Apply. И вы видите, что опция действительно пройдёт через всю модель и попытается сделать выбор, основанный на том, что вы уже выбрали. Теперь, если он выбирает не точно, то можно изменить этот допуск подобия до более низкого числа. И это, как правило, приблизит к нужному выбору намного быстрее, чем ручной выбор. Теперь с выбранным я собираюсь удалить вершины и рёбра, используя Ctrl-Del, и можете убедиться, что начинаем видеть фигуры ромбовидного характера. Далее выбираю здесь на каждой из этих горизонтальных петель по одному ребру. Если снова попытаюсь сделать двойной клик, опять же, не получаю выбора петли рёбер. Так что снова иду к Select Continuous Edges. Вообще, это может быть команда, которую вы используете постоянно. Так что можете добавить её на шельф, чтобы иметь лёгкий доступ к ней. Итак, вы видите, как команда делает этот выбор для меня. Снова нажимаю Ctrl-Del, удаляя петли рёбер и вершин, теперь по горизонтали. Итак, теперь мы изменили геометрию, все потоки рёбер, все пути вокруг нашей геометрии, чтобы иметь только ромбовидные фигуры рёбер. И последнее, что собираемся сделать здесь, перейти на вид спереди и выбрать все поверхности. Нет, не рёбра. Выбираем все поверхности здесь, кроме нижней строки. Отменяю и исправляю неправильный выбор. Подготовлено клубом перевод всем. Теперь, чтобы создать такое пирамидальное гранение, вот то, что нужно сделать. Запустить команду POG, толчок. Ещё раз, что фактически даст нам именно те вершины, которые нужны. Теперь выхожу из инструмента POG, перехожу в режим вершин, далее на перспективные представления. И собираюсь сделать такой выбор вниз и в стороны, по всему объекту на передней части. Проверяю, что выбрано всё нужное и далее иду в знакомую команду SELECT SIMILAR, что на самом деле даёт нужный выбор. Теперь последнее, что собираюсь сделать здесь, вытолкнуть эти вершины из поверхности объекта. Если вы попытаетесь просто использовать инструмент MOVE, то все они будут двигаться в одном и том же направлении, что нам совершенно не нужно. Но есть возможность вытолкнуть каждую из этих вершин с поверхности, на которой она сидит, удерживая кнопку CTRL и используя среднюю кнопку мышки по направлению выталкивания. Таким образом, как можете видеть, просто выталкивая их по всей поверхности нашего конкретного объекта. Итак, теперь получаем эти красивые пирамидки как алмазное гранение по всей поверхности вазы. Это пока был просто блокинг основной формы вазы, а то, что собираемся сделать дальше, приступить к детализации этой формы и фактически добавить к ней внутреннюю часть. Продолжение следует...